Приветствую всех, кто слушает этот подкаст, меня зовут Олег Васильев. Тема, которую мы сейчас будем обсуждать, появилась, можно сказать, давно и немного забылась после начала войны, однако ее реанимировали харьковские власти прямо сейчас, когда никто этого не ждал. 4 мая в соцсетях появились фотографии и сообщения о том, что на улице Веснина в Харькове происходит демонтаж трамвайных путей. Многих активистов это озадачило вдвойне, поскольку город находится под обстрелами, фактически в зоне боевых действий, и вдруг городские чиновники решают заняться реконструкцией улицы. Я напомню, что еще в 2021 году горсовет Харькова заявил о намерениях изменить схему движения транспорта по улице Веснина. Проект предполагает расширение проезжей части за счет демонтажа одной нитки трамвайных путей. В результате перестройки дорожного полотна появится полтора километра однопутного участка трамвайных путей. По данной линии курсировал трамвай 26 маршрута. В мирное время являлся одним из самых длинных, более 24 километров. По будням обеспечивалось 20 выпусков, интервал движения 12-20 минут. Отчасти эта линия заменяет метрополитен и соединяет между собой две окраины Харькова, район станции метро Индустриальная и Лесопарк. Маршрут транзитом проходил через Салтовку до улицы Сумской, откуда можно было пройти пешком в центр города. Идею расширения улицы Веснина авторы проекта аргументировали необходимостью убрать заторы. По их мнению, добавление одной полосы избавит водителей от необходимости стоять в пробках. Однако харьковские активисты неоднократно высказывали мнение, что расширение дороги не решит проблему заторов. Сейчас послушаем комментарий харьковчанина Павла Храмова, который ранее составлял петицию о необходимости сохранения трамвайной линии на улице Веснина. Наши городоначальники затеялись снести там одну трамвайную колею и оставить реверсивное движение, что называется, на участке где-то полтора километра. То есть это будет обозначать, что трамвай там будет ходить реже, хуже и тому подобное. И мы взялись отстаивать двухколейную линию там. Естественно, мы считаем, что это очень важно, потому что нам надо развивать электрические, экологически чистые виды транспорта. Трамвай там немного обрезанный. Почему? Потому что там тоже снесли один поворот и он сейчас как бы маршруты, которые там есть, они ведут почти в никуда. Ну как, ведут к парку Горького. А надо сделать так, чтобы они ввели из жилого массива кросс-центр города. Там не так много надо сделать, всего один поворот налево добавить и все. Вот, но власти не рассматривают этот вариант. Они хотят сделать расширение дороги за счет того, что убирают одну трамвайную колею. Ну, я не буду говорить много о том, что нет смысла как бы расширения дороги и добавления там еще одной полосы большого. Почему? Потому что это все равно проблему не решит, ведь эта дорога упирается в центр с узкими улицами и пробка просто будет стоять не на двух полосах, а на трех или на четырех, как они там расширить хотели. Мы долго боролись с этим, чего-то добились, чего-то нет. Какие-то тендеры отменялись. Официальная причина была, что в бюджете деньги не предусмотрены. Это было в конце 21 года, в ноябре. Вот, и в бюджете на 2022 год всего было заложено 45 миллионов на реконструкцию улицы Веснина и всего этого отрезка. Естественно, это копейки по сравнению с всей сметой проекта. Поэтому у нас был такой оптимизм, что муниципалитет перестал с нами бороться. Все-таки решили не сносить там, не демонтировать линию, а как-то там легче обойтись. Вот, но вчера пролетела новость о том, что за один день просто вероломно взяли и демонтировали на Веснина там наверху полностью все трамвайные пути. Это участок где-то 500 метров. Не было никаких не обсуждений, ничего. Просто воспользовались ситуацией, когда никто не может протестовать, когда нельзя делать петиции, толком не работает мэрия и тому подобное. Причин для того, чтобы сносить сейчас эту линию просто вообще никаких нет. Наоборот, ее бы по-хорошему сохранить. Почему? Потому что это единственная альтернатива метро. И когда Харьков будет восстанавливаться после победы, она еще может очень сильно послужить дополнительным видом общественного транспорта. Но, тем не менее, они снесли ее и в тот же день они выкатили какое-то странное оправдание, что, мол, так сносить собирались, и сейчас машин мало, и чтобы пробок не создавать, мы решили сделать это сейчас. Очень странная ситуация. Почему? Потому что демонтаж линий занял всего один день. И даже в мирное время, всего на один день перекрыть улицу, это вообще не проблема. Почему они этим оправдывают, тоже непонятно. Точнее как, понятно, причинно это просто типичный городской распил на большой стройке. Они просто прекрасно понимали, что они не могут сделать в мирное время, потому что будут протесты, возмущения. И у нас даже есть люди, тут Артем Сосипатров, он магистр по транспорту. Он сказал, что я себе привожу к рельсам. У него уже такой опыт был, насколько я понимаю. То есть, противление вот этим идеям было очень сильное. Но, видимо, сейчас они поняли, что можно бы быстренько втихаря сделать это все, демонтировать эту линию, а потом уже сказать, что рельсы демонтированы, им придется что-то делать. Относительно того, что происходит сейчас на улице Веснина, харьковские власти дали свой комментарий. Руководитель пресс-службы Юрий Седренко сообщил следующее. Далее цитата. Стараниями немытых охотников за унитазами и ношенным женским бельем трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо. Это первое. Второе. Реконструкция спуска Веснина с расширением проезжей части была запланирована давно, и начало работ стояло в планах на март этого года. Но тут пришел грязный русский солдат, и сроки немного сдвинулись. Однако война не повод отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова. И как бы странно это ни звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобств тем горожанам, кто остался в Харькове. Конец цитаты. С одной стороны, эти слова можно воспринимать с оптимизмом, ведь действительно город должен жить и запускать экономику всеми доступными рычагами. С другой стороны, возникают мысли, что прислужба Харьковского горсовета живет своей жизнью и не знает, что город до сих пор обстреливают российские войска. И третий момент. Зачем сейчас расходовать деньги на реконструкцию улицы, когда в городе есть масштабные разрушения инфраструктуры? Далее в тексте прислужбы говорится о том, что городской глава Игорь Терехов вместе со специалистами работает над оптимизацией маршрутов общественного транспорта, что в первую очередь касается и возможности доставки жителей Салтовки в центр. Огромную роль в этом ближайшие месяцы будет играть и организация движения по спуску Веснина, который соединяет центр города с Салтовкой, говорится в сообщении прислужбы. Одна из основных идей этой оптимизации – приоритет общественного транспорта, его экологичность и удобство для харьковчан. Новая география маршрутов. Где-то на смену трамваю придет троллейбус, где-то муниципальные автобусы. Конец цитаты. Получается, что вместо работы над остановлением трамвайного движения и запуска 26 маршрута Салтовки в центр города, чиновники предлагают жителям города альтернативу в виде лишней полосы для автомобилей. То есть, описанная прислужбой транспортная стратегия не имеет никакой логики. Теперь, что касается масштабов урона, который нанесен трамвайной сети Харькова военными действиями. Сейчас точно известно, что Салтовское депо не может обеспечить техническое обслуживание трамваев. На его территории повреждены пути, контактная сеть, ремонтные цеха. Около 50% вагонов также имеют повреждения. Другая часть трамваев стоит на городских улицах. То есть, нельзя сказать о том, что в городе вообще не осталось трамваев. Другое дело, что необходимо восстанавливать контактную сеть, ремонтировать тяговые подстанции. Судя по заявлениям харьковских чиновников, они намерены ликвидировать, если не всю трамвайную сеть, то ее часть, а вместо восстановления транспортного хозяйства финансировать асфальтирование улиц. Вероятно, городсовет Харькова рассчитывает на то, что даже после войны население города не вернется к прежним показателям и не будет необходимости решать вопрос полного запуска транспортной системы. Однако, учитывая кризисную ситуацию в регионах, есть большая вероятность, что крупные города, такие как Харьков, будут притягивать людей с целью поиска заработка. То есть, трудовая миграция все равно доведет количество жителей города до высоких показателей и вопрос работы городского транспорта никуда не денется. Скорее всего, в Харькове сохранится политика вытеснения трамвая в пользу троллейбусов, автобусов, возможно, электробусов. Но стоит напомнить, что все эти виды городского транспорта имеют меньшую провозную способность по сравнению с трамваем и они не смогут обеспечить качественный уровень транспортного обслуживания. Итак, будем следить за развитием событий в Харькове и также на канале «Залезни магистрали» в ближайшие дни выйдет еще видеосюжет на данную тему. Кроме этого, зрители канала, которые живут в Харькове, могут прокомментировать данную ситуацию и, по возможности, могут отправлять свежие информационные или визуальные материалы о том, что происходит на улице Веснина и каким образом вообще в городе будет проходить реанимация городского транспорта.